МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павильоны 140 краин-дельниц занимают огольную площадь около 200 гектаров. Неопошнее место тут отведено островом Беларуси. Национальный павильон нашей краины за час работы наведало больше за 270 тысяч человек. Подчас открытия Дионгомельской области тут так само шматлюдно. Я думаю, что сегодня хороший урок для всех нас. Мы все это увидели. И самое главное, руководители увидели вместе со мной. Поэтому я думаю, что успех будет. И вы видели, наверное, какой интерес у бизнеса Италии к нашей области и к тем товарам, которые мы сегодня представляли. Познайомиться с попытом и пропоновами усталевать новые связи с прицелом на протяглые деловые стосунки. Кожный мая певную корысть от удела у выстави. Между Калинкетским районом и Капанори, Италия, было подписано соглашение о сотрудничестве. Это и культурной сфере, и социальной, и производственной. И вот сегодня мы передали еще раз приглашение для того, чтобы итальянские партнеры наши посетили наш Калинкетский регион для более еще тесного и плодотворного сотрудничества во всех сферах народного хозяйства. Интернет сегодня всем значно подширует мощности пошуку у тем лику гандлевых экономичных партнеров. Але ничто не может заменить живых человеческих стасунков и контактов реальных. А маль 100 замежных партнеров у основным гэта-продставники бизнесу Италии выказали затекавленность Дагоминской области. Хотим сегодня возлагаем одежду в первую очередь более конкретные воплотить в жизнь и стать более реальными проектами с Белоруссией, поскольку мы с Белоруссией уже в принципе работаем очень много лет. Дареши на территории региона уже працует 9 предприемств с итальянским капиталом. Объем замежных инвестиций из Италии летой склав амаль 17 миллионов долларов. На думку бизнесменов, не первый год працующих на белорусском рынке, инвестировать в экономику краины в Вогули и Гомельской области у приватности гэта плённа. Выбирали Гомель как место, где фиксировать и где ставить как раз наш центральный офис, наши деятельности в Белоруссии по одной простой причине. Там было как раз самое большое количество предпринимателей между других областями. И это первая причина. А вторая, потому что как раз это является такой интересной область, где как раз есть сильные связи с другой страной. Под часу встречи делегации Гомельской области с деловыми колами Италии у Милани отбылось подписание трех погоднений. Под одним из их присвеченным супрационисту по межконсорциуму «Соу и Коу», агентством «Солидарита» и «Мерката» Италии и гомельским «Абалвыконкамам» свой подпись поставил губернатор нашей области. Парафирование погоднения об реализации инвестицийного проекта итальянской компании «Дрилмек» на территории свободной экономичной зоны Гомель-Ратон и трехбакового погоднения об супрационисте помеж гомельским отделением Гандлёво-промысловой палаты администрации СС и итальянской компании «Фоконсалтинг» подогульнила работу официйной частки встречи. Вольга Рабикова, Дмитрий Котов, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель», Милан, Италия. Сегодня в самом центре Мазыра, в аурочистой обстановке Мазырскому пограничному отраду был урученный холон и воинский символ подразделения – боевых стях. Подробности далей у сюжете наших мазырских коллег. Стройные колонны, парадная форма, всеогульная урочистость уручения головного воинского символа – давняя традиция. В боевых стях – это воинская святыня, в особлении таких понятий, как обовязок, гонор, айчина. Ненавито это слово, намалеванное на стягу, как и сгодно с усими ритуальными канонами старшиня Державного пограничного комитета генерал-полковник Леонид Мальцев передал Мазырскому погранотраду. Мазырский пограничный отрад был створен на базе отдела пограничной службы «Прудук». В зоне отказности участок белорусско-украинской мяжи протяглось все больше за 370 километров. В современных условиях, вы сами видите, пограничная безопасность играет важнейшую роль в системе национальной безопасности страны. Соответственно, руководством страны и президентом страны Александром Лукашенко уделяется самое серьезное внимание для укрепления пограничной безопасности. Так вот, в рамках укрепления пограничной безопасности на южном направлении создан Мазырский пограничный отряд. 21-й пограничный отряд «Миновито-таки» парадковый номер отрымало Мазырское подразделение, приступив непосредственно до Аховы Держмяжи. Все необходные мероприемства по створению пограничной инфраструктуры, комплектования штата были проведены у самые короткие термины. «Несмотря на то, что пограничный отряд создан не так давно, за это непродолжительное время он смог показать высокий уровень слаженности, высокий уровень профессионализма и координации работы пограничных нарядов». Виктория Синицкая, Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Протягиваем выпуск. Гэты завод поспехово працуе уже 37 годов. Наим, что год выпускается 26 миллионов одинок продукции, а модернизация вытворчасти дозволила повысить продукциейность працы уразы. Про то, и как развивается сегодня Добружский фарфоровый завод. Материал Светланы Князевой. На территории былого Советского Союза працевало 50 фарфоровых заводов. После распада СССР их осталось всего 6. Один из них – Добружский. Сегодня завод поспехово развивается. Темп роста экспорта постоянно повеличивается. Больше за 62% продукции экспортуется у Россию, Казахстан, Азербайджан, Монголию, Германию, Ливан. Починаючи с 2007 года, у техничное переузброение завода укладены немалые сродки. Были заменены усе печи, что дозволило повысить продукциейность працы. Коли ранее одна печь спаливала 18 тысяч тонн газа у сутки и выпускала 14 тысяч тонн посуду, то сегодня газу спаливается 7 тысяч тонн, а продукции выпускается 20 тысяч тонн у сутки. Только в минулом году у модернизации завода укладено 42 миллиарда рублей. У леку опошенных набитков – линия из остатичного прессования с подрихтовкой пресс-порошка. Башня приготовления пресс-порошка, которая с ликера жидкого получает порошок влажностью 2%. С этого порошка прессуется тарелка, и оно уже не требует сушки паром. Олег Иванович працует на заводе 27 годов, я крупливый господар Юнведы, куда необходимо укладывать гроши, как завод развивался. Росла продукциальность працы. Выник башня, как на долоне. При неизменной колькости работников, колькость выработанной продукции с 15 миллионов в год повеличилась до 26. Завод працует с уликом западов с пожилцем. Открылась граница России с Казахстаном. А туда что требуется? Пиала, чайник, блюдо. Эти блюда можно присылать тут тоже. Теперь на заводе вырабляют посуд розной формы. Она выходит идеальной, у ее оправцы нема не обходности. Поназировавшись за ручной працей мастерых, разумеешь, это предприемство – соправдная кузня фарфоровых умельцев. Их шедевры представлены у музея. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель» с Дубружского района. Супрацовники Комитета державного контроля провели проверку гандлевых павильонов на припыночных пунктах Гомеля и выявили целый букет порушений. Про терминованная продукция, порушения правила у гандлю и у лику выручки, только некоторые из них. Як оказалось, гандлевые объекты кроковой доступности не проверялись и с 2014 года. Так что подчас проверки инспекторам было несумно. Усяго супрацовники держконтролю проверили 12 гандлевых павильонов трех субъектов господарения. И у кожным были выявлены некие порушения. Самое грубое – это гандль про терминованной продукции, невыконание температурных режимов заховывания харчовых продуктов, заховывание товаров без выкорыстания поддонов, выкорыстание гандлевых вагов, которые давно не проходили проверку. Итог нас не порадовал. Были установлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, правил торговли, были установлены наличие просроченные товары. В трех павильонах часть выручки не проводилась через кассу денежную. Скажем так, что эти торговые объекты не торгуют мелким товаром. Это в основном годительские изделия, шоколадки, вафли. Вот эти товары были в просрочке, соки. Гомель, який инший охарады Беларуси да и притулок для беженцев из многих краин света. Люди, которые вымушены бегать от войны, находят притулок в городском центре социального обслуговывания семьи и детей. Сегодня тут побывали представники управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев Жан-Иубушарди и член Минского международного клуба женок-паслов и дипломатов с подарением Эулин Абьед-Юсеф. Подробязности визиту в наступном сюжете. За международной гостью живой цикавостью разглядают семейные фото на стенах центра. Это люди, для которых Беларусь и у приватности Гомель стали другим домом. Кому ж часовым, для когось назавсёды. Проживали тут и три семьи с Сирии, которые еще у зимку отрымали властное жилье. До речи, минавито геттой нации належит сумный рекорд. На сегодня у свете наличивается около 4 миллионов сирийских беженцев. На сегодняшний день около 100 сирийцев попросили убежище в Республике Беларусь. И эта страна является второй страной по происхождению после Украины по запросу убежища в Республике Беларусь. С помощью нашего партнерского общественного объединения мы предоставляем юридическое сопровождение, помогаем устраивать детей в школах, детские сады, помогаем им с поиском работы, и мы также выплачиваем им ежемесячное пособие. С подарения Эулина Биет Юсеф родом с Сирии. У Беларуси знаходится уже 14 годов и увесь гэттый час займается доброчинностью. Умовами для проживания семья у беженцев у центры гостя задоволенная. Просторная кухня, спальные покои, пральня, компьютерный класс, есть наводь бесплатный интернет по Wi-Fi. Однако захопление у дизайнера одзения Эулин выкликаюсь ляльки у национальных костюмах, предмет творчости наведывальников гуртка рукоделия, яки денничая при центры. У размою с журналистами закранается головная тема, як у целым Беларусь и беларусы прымают сирийских беженцев. Не старалась эти сутыкаться с неприязнью на расовой глебе. Конечно, беженцы, сирийцы беженцы, они их встречали в разных странах, не могу сказать, что везде хорошо, да? Люди бывают разные, народы разные, страны разные. Но пока не мир в Беларуси, что я видела, это очень хорошо в любом стране есть, но их мало. Но когда их очень мало, мы их не читаем даже. Когда добро побеждает, чем зло, ну, значит, добро победило в Беларуси, слава Богу. Руслан Пролясковский, Валера Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Уверостни стартует мужчинский и жанучший чемпионат в Беларуси по гандболе. Обе две команды гандбольного клуба «Гомель» уже завершили отпочинок и рыхтуются до нового сезона. Мужчинскую дружину летом пополнили Глеб Степанов и Алексей Ушал. У жанучшей команде кадровые измены больше серьезные. У межсезонний клуб покинули Евгения Евдокимович и Яна Емельяненко. Опошняя, до речи, подписала контракт с российской командой «Астраханочка», у которой сейчас гуляет еще одна была хомельчанка Деяна Ильина. Украинка Юлия Андреичук отправилась гулять в Турцию, а Катярина Смирнова, чекая прибавления у семьи. По коль неведомости, застанется в клубе украинка Валерия Зара. С ее ведутся перомовы. Узмонцнили команду вопытные россиянки Настасия Болдрова и Юлия Ганечкина, а так само две белорусские Лилия Бурдук и Валентина Кумпель. Рыхтуется до будущего сезона гандбалистки у Гомели. Для этого в областном центре есть все необходимое. Задачи стоять высокие, а тому и нагрузки ответные. По две тренировки на день. А кроме того, запланованы удел команды в широком международных турниров. И это был последний сюжет выпуску. У студии працавала Наталья Игнатенко. До новых встреч у эфиры.